Здравствуйте! Вы смотрите программу «Разговор по душам». С вами в студии я, Елена Бубнова, и врач-психотерапевт Алексей Изотов. Алексей, здравствуйте! Здравствуйте, Елена! Напоминаю нашим телезрителям, по вторникам у нас прямой эфир. Телефон в студии 202-11-22. Он во время программы все время появляется на экранах ваших телевизоров. Звоните, задавайте вопросы, участвуйте в нашей беседе, предлагайте свои какие-то темы для обсуждения. Да, звоните нам. Ну вот сегодня я хочу начать с того, что мы сейчас живем в то время, когда у нас есть не только телефоны, различного рода мессенджеры, и мы можем общаться и вне телефонных звонков. Два отклика. Один от… Я просто хочу их озвучить, потому что это тоже то, что, ну, такой обратной связью является для нас. Для меня это очень важно, очень интересно. Собственно, это и есть тот диалог, который… ну, которого я жду. Первый от нашего, как мне кажется, постоянного зрителя и слушателя Максима. Максим, я передаю вам привет, если вы сейчас нас смотрите. И в сети по поводу прошлой передачи вы написали, что она скорее была похожа на колыбельную. И, в общем, у такого отклика для меня есть несколько уровней. То есть первое, как это можно понять? Первое, мы кого-то убаюкали. Вопрос, хорошо это или плохо, говоря о психологии, одновременно убаюкивать, да? – Нужно пояснить, наверное, для телезрителей, которые присоединились к нам только сегодня, что в прошлой программе так сложилось, у нас не было звонков. И мы с вами обсуждали какие-то темы из нашей текущей жизни, да? Из вашего взаимодействия с пациентами и какие-то вообще темы, которые вас заинтересовали в течение недели. – Ну, и в этом смысле я говорил больше, может быть, чем обычно. То есть я повествовал, не спрашивал, не выслушивал, что, может быть, иногда мне ближе и чаще в этой позиции, выслушивающего я находился, повествовал. И вот Максим назвал это, обозначил вполне резонно, может быть, на каком-то таком уровне. Это вот такой был длительный разговор, может быть, монотонный, может быть, у меня голос такой в определенной степени был монотонный. Я не рассказывал анекдотов, чего-то такого. Вот этот повествовательный жанр, может быть, кого-то усыпил. Я надеюсь, вам приснились какие-то интересные сны или, отвлекаясь от того, что вы слышали, вы пришли к каким-то своим идеям. Второй какой-то уровень у этой обратной связи позволил мне задаться вопросом. Должна ли информация о психологии, психотерапии или не информация, а разговор будить? То есть должно ли происходить что-то, что достает или выводит слушателя или зрителя из сна? В каком смысле сон? Можно сон воспринимать в таком эзотерическом смысле, что мы в какой-то степени все немножко бредим, немножко спим. Или это сон вот такой какой-то обыденности. Я, кстати, в прошлый раз об этом говорил. Но, в общем, дальше развивать не буду, Максим. Если есть что дополнить, с удовольствием услышу вас в студии. Я знаю, что вы уже звонили. Помню, что вы звонили. В общем, нам есть куда провести этот разговор. В общем, это такая колыбельная для взрослых. И в некотором смысле это, может быть, действует еще с той стороны, что, возможно, предположение, что ты что-то знаешь о психологии, о психотерапии, но вообще о человеческих отношениях, как-то успокаивает. Как-то делает твою, мою жизнь менее тревожной. От уменьшения тревоги недалеко и до сна, недалеко и до того, чтобы отдохнуть. Второй отклик тоже мне очень понравился. Пришел буквально недавно. Его прислал мой друг Евгений в такой скриншоте, тоже в социальных сетях. Скриншот книжки какой-то, где разговаривают условный психолог. Ну, почему условный, я его не знаю, да, он там обозначен как психолог. И какой-то посетитель кабинета психологии. Вот, по-моему, даже, Жень, ты сопроводил это словами для затравки или что-то такое. Я понимаю, что это тоже затравка для нашей передачи. Что мне понравилось? И я бы хотел, чтобы мы нашей передачей таким образом тоже воспользовались. Там приведен разговор о том, как, я бы так сказал, посетитель психолога, может быть, ведет себя не совсем стандартно. Он в какой-то степени демонтирует, разламывает привычные представления взаимодействия психолога и клиента. То есть это в этой книге представлено? Ну, я это для себя, я прочитал страничку, скриншот одной странички, я для себя это так увидел. Где-то там в конце, после диалога, клиент говорит, слушайте, психолог, я сейчас о вас, кажется, знаю больше, чем вы обо мне. И меня это заинтересовало, еще раз повторю, тем, что и нашу передачу я бы хотел, чтобы мы таким образом использовали, как инструмент. Чтобы немножко подемонтировать, проверять на прочность, покрутить те идеи, те традиционные психологические идеи, которые в качестве взрослых игрушек прочно вошли в нашу собственную жизнь. Этих идей огромное количество. Меня сильно напрягает, я не знаю, как вас, когда эти идеи, концепции какие-то высказываются с убийственно серьезными лицами. И высказывающие эти концепции, мне, кстати, говорят, что у меня иногда очень серьезное лицо в передаче. Я иногда стараюсь улыбаться, но, да, то есть возможность, я бы хотел, чтобы у нас была возможность, я сам за нее ратую, возможность рассматривать эти идеи, проверять их на прочность. Неинтересно следовать, неинтересно только следовать, неинтересно только повторять, ну, как это, как попугай говорят, да, обезьянничать. Интересно, в общем, ставить под вопрос те вещи, может быть, даже какие-то общеизвестные истины. Я вот попробовал в прошлый раз про травмы что-то говорить, про детские, да, или про то, что во всем виноваты родители. Елена, помните, нам звонит и говорит про свою дочь. Я говорю, ну, вот дети нам приносят, и что нам с этим делать? В общем, вот два таких отклика. Если интересно вам, Елена, что-то, может быть, у вас есть по этому поводу? — Я хотела бы вам тему предложить. — Окей, да, давайте. — Продолжение вашего разговора и идей, которые вокруг сейчас витают, и, возможно, они витают вот прям в определенной форме, подхватываются, обсуждаются. Причем, кажется, они передаются из уст в уста без вдумчивости какой-то, да, и без попытки заглянуть в глубину. Хочу поговорить с вами об инфантилизме взрослых. То есть вот сейчас быть инфантильным — это вот прям как в клише такое. Это плохо, если взрослый транслирует инфантильное поведение. Причем, как я вижу, общаясь с людьми, не всегда те, кто осуждают это инфантильное поведение, до конца понимают... — Инфантильное, то есть детское. — Ну, до конца понимают, в чем суть и в чем содержание вот этого инфантилизма. Чаще всего, да, вот то, что на поверхности. Человек не готов взять ответственность за что-то. Все, он инфантилен. Или человек проявляет эмоции как ребенок. Ну, это вообще недопустимо. Это вот инфантилизм. Вот куда там он там 40 лет полез папа в песочницу с ребенком играть. Не знаю, ну это вообще как-то вот... Родитель должен себя вести по-другому, да? Он должен ребенку обозначать границы поведения там. Или, не знаю, папа кидается песком в песочнице. Ну, условно. Я, конечно, придумываю сейчас на ходу, но тем не менее. — Ну, давайте попробуем поговорить по этому поводу. Мне самому это очень интересная тема. Но я напоминаю, что мы по-прежнему ждем ваших звонков и вашей возможности. Того, что вы воспользуетесь своей возможностью разбудить нас с Еленой и, может быть, еще кого-то. Давайте сделаем друг другу, ну, такую услугу или такое дело. Будем будить периодически. Да, то есть можно подключаться не только к этой теме, но и предлагать какие-то свои идеи, которые созвучны или не созвучны. Ну, кто знает, может быть, какая-то тема вам кажется не созвучной. А Алексей сможет это увязать и обосновать, что это имеет отношение к нашему разговору. Потому что такое было уже неоднократно. Маленькая ремарка. Все темы, которые озвучивает человек, так или иначе созвучны, они умещаются в этой маленькой человеческой коробке черепной. Хотя, в принципе, фантазии и мысли безграничны, но оказывается, что там очень много каких-то важных связей. Что по поводу инфантилизма. Инфант, по-моему, по-французски это ребенок, юнец. И появилось вот в психологии, в психиатрии такое слово «инфантилизм», указывающее на такое вот детское поведение субъекта, о котором идет речь. То есть это может быть инфантилизм взрослых, это может быть инфантилизм детей, как бы тавтологически это ни звучало. Сейчас это еще и указывает на некую незрелость. Да, обычно, ну, по крайней мере, вот то, о чем Елена сказала, для меня характеризуется тем, что это буквально истории, которые приносят мои, ну, мои такое слово, конечно. Люди, которые приходят ко мне, мои пациенты, как-то это принято говорить, я иногда тоже так говорю. Конечно же, они не мои, свои, возможно. Вот, люди приносят истории, где их близкие, друзья, может быть, супруги, партнеры, в общем, им указывают на определенное поведение, на определенные высказывания, сопровождая это вот таким практически штампом. Ярлуком. Ярлуком инфантильности, да. Инфантильности, да, что ты ведешь себя не по-взрослому, да, и я сегодня опять хотел бы выступить адвокатом, наверное, этого слова или этого феномена. Хотя судей достаточное количество, то есть достаточно написано по поводу того, что взрослым нельзя быть детьми, они должны быть ответственными, вы об этом сказали самостоятельно. Вот, люди приносят это на прием. Приходит молодой папа, 20 с небольшим лет, и рассказывает, что его супруга после рождения ребенка, ребенку один год, упрекает его в том, что он ведет себя не как взрослый человек, не как взрослый мужчина, который должен. Ну и дальше список прилагается, который должен исполнять свои мужские функции, который не должен сидеть играть в танки, который не должен там еще что-то делать, не должен так сильно чего-то принимать близко к сердцу, если у него там происходит. Ну, в общем, там всегда это как-то сопровождается. Идея обычно в том, что вот такое детское поведение несовместимо с нашими представлениями. Я не знаю, вы согласитесь со мной или нет, уважаемые телезрители, так ли это для вас? Ну, вот я слышу, что большая часть, не скажу, что больше, большая часть людей разделяет это, казалось бы, может быть странное убеждение, что достигнув определенного возраста, мы должны перестать быть детьми в поведении, в высказываниях, мы должны быть взрослыми. Что значит быть взрослым? Еще раз быть ответственным, не вестись на, не поддаваться эмоциям, здраво рассуждать, рассчитывать, планировать, вести диалог. Сейчас взрослому предписано коммуницировать, мы должны вести диалог, это почти стало, ну, таким, негласным правилом. И, в общем, тем людям, которые в разных ситуациях начинают дурачиться, играть, плакать, злиться, не брать ответственность. Что значит не брать ответственность? Ну, например, отказаться от принятия решения по поводу чего-либо. Куда мы сегодня пойдем ужинать? Я не знаю, я не хочу решать этот вопрос. Давай ты будешь решать вопрос. Ну, как это я буду решать этот вопрос? Кто у нас мужчина? Давай ты выберешь какой? Ну, и так далее. Вот, очень интересный процесс. И вот я вокруг да около хожу, но, в принципе, я примерно запрос людей, которые приходят к психотерапевту, описываю. Они говорят, я бы хотел, чтобы вот этого всего не было, я бы хотел, чтобы те переживания, которые у меня есть, были поменьше. Я бы хотел, чтобы те эмоции, которые у меня сейчас прорываются в связи с какой-нибудь ситуацией. Ну, не знаю, кто-то умер, человек ушел с работы, случился развод или, наоборот, брак. Эмоции человека переполняют, но вот он хотел бы, чтобы он был сдержанный. Вот, очень хочется перейти к делу и сказать, по существу, хочется защитить этого ребенка внутри нас. И скорее сказать, может быть, о том, что это прекрасно, когда это детская часть. Что значит детская часть? Часть нас, часть, какая-то часть нашего человеческого опыта, в который мы способны играть, эмоционировать, реагировать телесно. Ну, не знаю, двигать руками, двигать ногами, толкаться, да, строить рожи какие-нибудь, да. Вот, что это не должно все уйти в прошлое, а уже в таком зрелом возрасте оно хорошо бы, если бы встало под опеку этого зрелого возраста. Это чтобы вы, мы своим зрелым возрастом могли распоряжаться таким образом, чтобы этому ребенку было пространство для жизни, для дыхания, для игры, для удовольствия. Интересно, сейчас какой-то образ у меня или фантазия возникла в голове. По сути, ну, условно, если мы берем ребенка, понять ребенок, это со скольки до скольки лет? Десять, пятнадцать? Если говорить об официальном, ну, наверное, это до раннего подросткового возраста, это где-нибудь до девяти, до восьми лет, потом начинается ранний подростковый, потом, ну, дальше переходящий. Тем более общий все равно, в пятнадцать лет только-только люди подбираются к взрослости, и окружающие требуют от них этого взрослого поведения. Ну, почему-то мне нравится вот эта цифра пятнадцать лет. Когда вот наступает возраст восемнадцать, двадцать лет там, да, да, даже двадцать пять, и от человека требует взрослого поведения, то в этом возрасте его ребенок по возрасту он взрослее. То есть взрослым человек там является два-три-пять лет, и он только осваивает себя в этом промежутке времени. А при этом, если сравнивать вот взрослого, который на протяжении пяти лет, и ребенку, который был пятнадцатилетним, то за пятнадцать лет даже жизненного опыта как-то побольше получается, да, то есть в этой ситуации ребенок даже, кажется, взрослее, если брать только вот категорию лет. — Категорию присутствия той или иной части себя в мире, да? — Ну, да, в сознании там, может быть. И это парадокс, то есть вот как будто бы действительно люди начинают отказываться от своей детской части, но, возможно, которая имеет такой опыт богатый, который, ну, по идее, бы привнести его вот в свою взрослую жизнь, в ней использовать как-то, не отрекаясь, то есть не отрекаться вот от своей вот этой деткости какой-то, от своего этого внутреннего ребенка, про который вы говорите. Я с вами соглашусь и скажу, я надеюсь, вы нас еще слушаете, вы не уснули, и мы не уснули. Я соглашусь и скажу, что, по крайней мере, те люди, которых я вижу в кабинете, это отдельная категория людей, ну, не сама категория, а люди, которым стало по каким-то причинам плохо или невыносимо, и они пошли к специалисту. И обычно там речь идет о том, что вот эта детская часть, она выключена, ну, то есть выключены эмоции или эмоции взяты под контроль, взяты под контроль какие-то телесные проявления, выражения, да, взяты под контроль фантазии. Ребенок – это существо, способное очень быстро ассоциировать, очень быстро фантазировать, без проблем располагать два кажущихся несовместимых объекта рядом. И даже достраивать реальность, да, то есть когда ребенок чего-то не понимает, он как-то себе находит быстрое объяснение, иногда, возможно, даже фантастическое, да, как там у меня появились подарки под елкой, ну, вот приходил Дед Мороз, а когда он успел прийти, даже если вот мы сидели на кухне с родителями, из квартиры не выходили, но он все равно придумает историю, он там в форточку залетел там условно, да? Да, он не пользуется только идеей причинно-следственных связей. Так вот эти люди взрослые приходят с, ну, это принято так называть, мы тоже можем немножко подемонтировать это определение, они приходят с раненым ребенком, с ребенком, которому плохо, который уязвлен в самую свою суть, в самое свое существо, например, он уязвлен тем, что он не существует для других. Как он может не существовать для других? Он делает какие-то попытки обратиться к другим, а его не слышат. Ему кажется, что его не слышат. Он пытается что-то донести, и он не услышан. Он пытается говорить о том, как ему плохо, и ему кажется, что он не услышан. И, в общем, очень частые метафоры или образ, который приносят люди в кабинет психотерапевта, человек в мой кабинет, это метафора заключения. То есть ребенок один в комнате или ребенок один, ну, в этом смысле комната становится тюрьмой, из которой невозможно выйти. Это комната, ну, в которой, возможно, очень много различного рода предметов, может быть, дорогих, но они не заменяют ценность, важность взаимопонимания и присутствие другого человека. И мои коллеги, психологи, психотерапевты знают об этом, и давно, я имею в виду исторически, давно это обнаружили. Это стало важным, важный, даже не мишенью, а важным опорным моментом в работе, когда, возможно, взаимодействие специалиста и человека, пришедшего за помощью, выглядит в этой метафоре таким образом, что этот ребенок начинает видеть, что есть еще кто-то, да, и этот кто-то сидит напротив. Ему можно не доверять, на него можно сердиться, на него можно ругаться, но он никуда не девается, и он не действует угрожающе-убивающим способом. Но это то, что называется принимающий, да? Но он не отвергает. Он не отвергает, причем он может быть способен показывать и свою уязвимость, свою человечность. Я думаю, что большая часть той супервизионной работы и личной терапии, которую проходят психотерапевты и психологи, по крайней мере, которую желательно проходить, она связана как раз с тем, чтобы своего собственного, вот на этом языке внутреннего ребенка сделать более свободным, чтобы он мог играть, мог приходить к детям других, к другим детям, страдающим, да, чтобы он понимал их страдания, чтобы он не тыкал в эти страдания пальцем, не знаю, не смеялся, не издевался, да, вот как-то мог в этом разговоре, в этом намечающемся диалоге поучаствовать. — Алексей, я правильно услышала, что люди, которые, ну, не знаю, замечают в себе вот эти признаки инфантилизма, они могут посмотреть вот в сторону своего ребенка на предмет его ранености, там, ну, не знаю, его какого-то там неустройства внутри, ну, то есть что-то с ним не так, что-то в этом ребенке мешает людям перейти вот к этому взрослению, к какому-то общепринятому взрослению, со всеми вытекающими ответственностью, серьезностью, не знаю, выстраиванием диалога на равных со всеми. — Я думаю, что мешает, если вы к этому ведете прям комментарий, мешает очень часто идея, что я должен перестать быть ребенком и стать взрослым. Идея, которая кем-то озвучена, такая предписывающая идея, да, тебе пора перестать быть ребенком, тебе пора быть более ответственным, тебе пора, ну, и так далее, да, одна история. Вторая такая, спектр историй, когда ребенком было, этому человеку, было быть настолько дискомфортно, ну, например, это была ситуация какой-то, ну, дисфункциональной семьи, как сейчас говорят психологи. В семье было очень плохо. Папа с мамой ругались, папа выпивал, или мама выпивал, или они били друг друга, или папы с мамой не было, или детей было, не знаю, 8 человек, была исключительная нищета, и каждый выживал из детей как мог. И, ну, я конкретную историю рассказываю, где мне человек рассказывает, что он еще в детстве понял, что он скорее хочет выбраться из всего из этого. Ну, потому что это, как сейчас говорят, была жесть. То есть скорее повзрослеть, скорее выехать из этой семьи, начать зарабатывать самому, и так далее, и так далее, и так далее, да. И вот это вот бегство из детства, такое своеобразное, потому что там очень горячо, тоже сподвигает человека к тому, что туда нельзя возвращаться. Хотя в разговоре очень часто эти люди со временем признают, что они никуда оттуда и не делись. То есть они как были, как в притчах, как птичка, у которой один коготок увяз, маленький коготок увяз, но улететь они никуда не могут. Они все время в мыслях, в переживаниях возвращаются, показывают, но, наверное, туда, к своему собственному опыту, да, который не пережит, и который непонятно, как пережить. И в этом смысле, ну, специалисты обычно годные люди для того, чтобы с этим как-то поработать, как мы говорим. У нас не так много времени остается до конца программы, и я сейчас хотела бы применить вашу же идею про демонтаж. Если можно, будет вот коротко порассуждать на ту тему, которую я хочу предложить. Ну, мы говорим, да, у ребенка что-то там было не так в детстве, и поэтому это не позволяет ему перейти во взрослое состояние. Ну, не знаю, естественным образом, можно так сказать. Возможно ли варианты, или, может быть, вы знаете, что такие варианты есть, когда у ребенка все в порядке, и он растет, но взрослая жизнь начинает предъявлять свои требования, и он сознательно пытается как можно больше или как можно отсрочить вот это взросление, сдержать как бы вот эту поступь взрослой жизни, да, в его жизни как-то вот, ой, в жизни, в жизни все у меня немножко это. Понятно говорю? Я думаю, ну, я думаю, что да. То есть мы говорим про неблагополучие, которое ведет впоследствии, да, может ли благополучие привести к тому, что перед человеком все равно будут вставать вопросы взросления, инфантильности, не знаю, как не быть со своим ребенком во взрослой жизни? Я думаю, что вопросы неблагополучия будут вставать всегда. Да, хочется сказать слава Богу, ну, какому-то, да, в том смысле, что, наверное, у нас у всех было детство, к которому есть какие-то вопросы, есть какие-то отсылки, к которому есть какое-то воспоминание. Я здесь не сторонник того, чтобы драматизировать детские переживания, ну, детскую травматизацию. Вот, поэтому вопрос благополучия, мне кажется, что это вопрос даже не столько точки зрения, сколько текущего описания. Сегодня мне может казаться, что у меня было все благополучно, или у вас может казаться. Завтра мы сели, поговорили, и оказывается, что это было все по-другому. Вот, но я бы, я помню, что коротко, я бы еще к этому вот что добавил. Я думаю, что мне интересно, по крайней мере, порассуждать, и я приглашал уже наших телезрителей к тому, чтобы подумать, в какую взрослую жизнь мы приглашаем наших детей, что мы им здесь оставляем или приготовили, что они видят, хотят ли они сюда, к нам в передачу, может быть, да, на улице нашего города. Вот такие вопросы. Спасибо большое, Алексей, за сегодняшнюю беседу. Напоминаю нашим телезрителям, что каждый вторник на телеканале Самаргиз мы выходим в прямом эфире. Также вы можете посмотреть архив программы на телеканале Самаргиз в Ютубе и в социальных сетях ВКонтакте. Страничка «Разговор по душам». Да, всего доброго. До свидания.